да да дорогие друзья мы сегодня по дороге на большой утрись потому что вы просили вы спонсировали мы делаем вместе с вами делаем что наслаждаемся всей этой красотой я уже полетал эти простых ветер сегодня поддувает большому сожалению он вроде такой небольшой но вот поднимаешься выше горы начинает квадрик сносить немножко не так как хотелось в голове рисовалась картинка но все равно это все прекрасно начинаем мы с ротонды которая между гор в ущелье так сказать проезд ущелье маленькая но все-таки есть она великолепная всегда когда сюда проезжаешь тут прям совсем другая вселенная также и сегодня получилось у нас в напе пасмурно там проглядывается солнышко здесь вот такая красота вовсю светит она солнцем сегодня произошло такое неприятное происшествие мне угрожали за то что собирают денежки на салона помощь нашим ребятам вы при этом помогаете очень не всем это нравится отдельное видео выпустил то что повторяться не будем увидим как она будет развиваться этих событиях хочу поблагодарить всех кто помогает поддерживать если вдруг тоже хотите можете по номеру телефона написать в приписке сло и перевести любую сумму мы их обязательно потратим на наших ребят какие-нибудь необходимые вещи им прикупим будет полностью фото видео отчет и отчет тех кто получил будем делать что он тоже появится будем просить об этом поэтому ребята спокойно можете поддерживать и ваши крица средства дойдут до тех ребят которые там здесь сегодня виды великолепны потому что в этом году у нас осень сделала такую красоту что у нас она длинная получилась и листья впервые на не опали почернев сразу приобретаются такие разнообразные краски от красный багряный зелененькие можжевелочки стоят великолепно смотрится что еще хочется добавить перед началом нашего путешествия о том что все средства которые зачисляются на карту они у нас отображаются в телеграм-канале море вас подписывайтесь будем вас там рады видите там же будут все отчеты о том что мы делаем приехать сюда можно также на 109 маршрутки которая идет на большую трещь потому что они разные есть который идет кипарисом есть который идет именно в эту сторону советую прогуляться по лесу ну забирайте учить уже мусор не разводите костры там вверх поднимаешься есть красивые смотровые площадки и можно пройти отсюда еще и в сторону сурком по пути встречается от 1 ракунда туда дальше там 2 ракунда и где основном тут он гуляет вдоль дороги туда уже заходить нельзя там заповедник большому сожалению к раньше там тоже были шикарные маршрута или конечно меня прям очень радует с этой ротонды но что постоянно когда сюда еду всегда останавливаюсь и наслаждаясь ими можно отсюда спуститься к море туда влево находится секретный пляж на пролетах с видео его видно есть у меня отдельный видеосюжет про этот пляж в этом году там бывал именно после лета по-моему или в летний период тоже не помню прогуляться можно вон там пока тоже будьте аккуратны там тоже вид и просто фантастически стоя ротонды будет спуску более раскалистый но более быстрый хотя мне кажется вот сейчас время самое для прогулок температура воздуха плюс 12 море заявляет что плюс 16 но мы сами уточним но по воздуху попадает поехали дальше вторая ротонда если на форме так сказать более красивом виде есть ограждение сейчас мы пойдем посмотрим туда на сначала вот на эту смотровую спустимся очень фотогеничная зона я здесь раньше проводил фотосессии когда мы ездили на большую трещь принципе сейчас можно если вдруг кто-то захочет обращайтесь удовольствием сделать для вас красивые фотографии на память об отдыхе в анапе не только на дюна в зимний период можно фотографироваться в разных местах с примечательностями нашего города вторая часть ротонды откуда открывается вид на сам большую трещь с левой стороны у нас мининое озеро раньше покупали там канал сделали в морскими заливом закрыли для всех это водное законодательство российской федерации запрещает такое делать что-то говорят что вот домик сердюковский который стоит там в заказнике возможно буду даже достраивать очень интересная информация вот тут внизу чуть сюда сместимся находится как раз тот самый секретный пляж ведь какая территория абсолютно свободно от всех хотя в летний период времени здесь уже появляется много отдыхающих потому что место привлекательное притягательное и люди сюда стекается даже сейчас можем видеть стоит вот машинка в правой стороны сами люди пошли туда потому что в горы сейчас конечно нельзя прогуливаться у нас и засуха стоит эти деревья сухие много листик не дай бог где-то чей-то окурок хотя вот тоже окурки это мусор собирайте их с собой будет счастье вам всем едем дальше а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Должение следует... И на этом остановилось Море радует Море звучит Здесь одни из самых красивых ли目 которые только могут быть Вс 사고 земли Можем передать владельцам того пляжа При это же переводе Сейчас я виделом, что вот эти ребята navigating all the walls Добавили и вернули, в принципе, к изначальному виду. С этой стороны даже стену, где разрушали, вот аспирогромный генератор, тоже восстановили. Такие вот дела, дорогие друзья. Жалко, это место просто восхитительное, но жажда наживы, к сожалению, в нашем мире творит чудеса. Тут даже, смотрите, камушки посносило, и открылся песочек на большом утрище. Клево, как Сочи, кстати, такой же. Но Сочи, он такой более черный, а здесь все-таки больше перемолотый камень. С правой стороны можно снять беседки с мангалом, приехать, отдыхать, так сказать. Там находится баня, тоже вроде бы можно брать в аренду, ну, по крайней мере, людей, купающихся там, видел в межсезонье. Ну, и огромное количество раката. Помню, как мы тут раз с Ярославом пожарили шашлыки, и что-то я после того не особо так любитель жарить шашлыков, потому что с полицией как-то, когда пинает твой мангал, мне очень весело их жарить. У всего есть хозяева, как оказывается. А нам с людьми что остается? Все только улыбаться, надеяться и верить в чудеса. Возле форту Триш проход как бы закрыт, но калитка есть, то есть можно проходить, то есть приставать тут не к чему. И шикарный вид на Пирс. Одно время это место было прям очень популярно. Среди фотографов приезжали сюда, тоже свадьбы неоднократно фотографировал на этом Пирсе. Какое море прозрачное. А аромат его вообще великолепен. А так раньше можно было гулять по всему берегу, там через Мининку, даже когда перещейка не было впротив, по берегу, а сейчас там бетонные заборы уходят в море. Это очень грустно и печально, что такие моменты у нас происходят. Опять выходит солнышко, опять становится теплее. Ну и вот такой вот обратный вид на Матрическую бухту правую. Вот эти скалы, да, как они смотрятся. С небольшой грустностью покидая этот пляж и идем дальше. Туда можно еще пойти, что посмотреть на Матричевю. Она, говорят, нечего делать. Здесь делать что? Всегда можно поехать на интересные места. Их достаточно много у нас на побережье. И погулять, подышать полезным воздухом. А здесь он еще и вдвойне полезнее, потому что помимо морского он соединяется еще и с можжевелом. Это восхитительно. И сверх надо каждому организму нашей страны. Мы вернулись с вами на покупку. Как раз таки на разворот автобуса. И сейчас будем двигаться туда вниз. В самом Трещеве у меня есть прогулка. Частный сектор находится. Там есть места, где что-то даже сдается в нем. Потому что есть люди, которые любят приезжать именно сюда и в Тичине и спокойствие отдыхать. Хеликоптер летит. Такое вот вертолетище. С левой стороны находится музей морской истории. Туда дальше. Там раньше был свободный выезд на парковку. Сейчас он закрыт. Там можно пройти прогуляться в заповедник. Я думаю, что мы с тобой не прогуляемся. Точнее не заповедник, а часть заказника. Потому что заповедник заходить нельзя. Тут сейчас ничего не работает. Даже вырезки поснимали. Раньше здесь висели объявления о том, что можно купить рыбку свежую. Теперь осталось только на рынке. Жалко. Было клево. Приедешь, что-нибудь вкусненькое приобрем. Получается, что совершенно ничего не работает. С левой стороны у нас галечные пляжи. Сегодня на этой стороне волнения в море нет. Вот что я люблю утречь. То, что можно приехать сюда. Хочешь отдыхаешь там, где есть волна. Хочешь там, где ее нет. Потому что всегда можно найти такие разные места. На море дует ветер постоянно. Ах что, друзья. Ищите и найдете. И посмотрите, сколько рыбаков насобиралось здесь. Куда дальше у нас в краске заповедник. Вот он, ограждение стоит. Там какая-то лодка стоит в заповедной части. С этой стороны, конечно, здесь сейчас разруха. Берег разбивают волны. И он такой вот-вот весь обрушится. Море не прощает людям. Его желание, как говорится, отвоевывать территории. И постепенно возвращает их обратно. Здесь постоянно сносят ворьки, ставят ворьки. То есть тоже такой бизнес. Сидят бакланы. У меня есть такие фотографии, когда на каждом столбе сидит по баклану. Раньше прям прикалывался по разным интересным фотографиям. Смотрите в ВКонтакте, по-моему, аромат. Вот здесь именно прям, потому что, знаете, как будто тебе море объяло. Вот эта пучка, им очень вкусно пахнет. Здесь у нас находится Анапский дельфинарик. А тут парковка пока еще бесплатная. В Анапе что-то еще не пометили ее. Так вот, это единственный дельфинарик. А по примеру того, что произошло в Севастополе, когда там просто дельфинарик выпускает дельфинарик в море. Получается, что дельфинчиков выпускать нельзя просто так. Их надо сначала подготавливать. По снастям, кстати, видно, что ребята охотятся именно на сарганов. Скамейки с лучшими видами. До сюда, кстати, можно доехать. Машину не обязательно сейчас там парковать. Можно найти здесь местечко, потому что его в межсезонье здесь, ну, очень много. В летний период находится дайвинг-центр. А сюда направо приезжайте с экскурсиями для того, чтобы покататься на разнообразных лодочках. Я ездил на экскурсию на катамаране в этом году. И с моими подписчиками, которые живут с уколом, делал фотосессии. И мы ездили на яхте. Было и тогда, и тогда прям классно. День добрый. Так что, работа кипит. Тоже здесь есть подписчики наши. Это прям очень радует. И также, я думаю, что здесь можно попробовать купить мидии. Далее на пути нам встречается аварийный мост. И самое интересное, что с левой стороны здесь есть место для купания. Тут вообще вода гладкая, сразу глубоко. Там мелкие камушки. Но единственное, что берите обязательно с собой специальную обувь. Потому что ноги можно легко повредить. С правой стороны тут, ребята, устриц. Уминпиады смотрят, что уже там девочки во все это снимают. Я как-то раз тут проходил, тоже пробовал. Очень вкусно. Устрицы наши местные. Так что, если есть возможность финансовая, попробуйте. Хорошо, что я пробовал, когда эти возможности были. Пожалуйста, вам здесь есть живые мидии предлагают. То есть можно приобрести не только устрицы. Дальше мы выходим опять в свободные территории. Ну, смотрите, мост аварийный. Проезд запрещен, вроде как. Но машинки вот сюда заезжают. Вот это опять-таки раздражает. Я понимаю, что запрещено для всех, если разрешено для всех. Давайте как-то будем по-честному ко всем. Ну, а люди должны быть благоразумны и после себя оставлять только чистоту и красоту. И правда, температура на солнышке проливается до 17,2. Была шикарная погода, как я и говорил ранее, друзья. Здесь также, с этой стороны, рыбаки, охотящиеся на сарганчика. Какой огромный парк разнообразных катамаранов для усиления наших дорогих отдыхающих. Ну, прогулка была, честно, прям великолепная. Когда я ездил, посмотрите отдельное видео. Называется «Морской круиз». У меня есть и когда ты выезжаешь в море, встречаешь дельфинов, купаешься с дельфинами. Это невообразимый кайф. Нам повезло, что дельфинов было просто нереально много. Вот отсюда, кстати, можно рассмотреть и сам дельфинари с той стороны. Здесь у нас тоже пытались вести бизнес. Понастроили деревянных домиков. Их посносили. Но самое обидное из всего этого, того, что произошло, кстати, корабль убрали, который был с мусором, что весь мусор с этих домиков поскидывали вот в это строение, которое сейчас в современном СССР стоит. На нем окна побиты, и там полностью все завалено разнообразным мусором. Мы просто сделали такую, так сказать, фалку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь пытались, а не поехали? Конечно. Надо же наслаждаться. Не только вам все. И смотрите, туда дальше есть. Банька и беседочки, в которых можно посидеть. Приятно так встречать людей, добрых, улыбающихся, которые тебя знают. Отдачи им тоже огромнейший привет. Мы дошли еще, кстати, до одних прям таких шикарных пляжей. Здесь стоят сети. Я не знаю, на какую рыбу, поэтому не будут говорить. Скорее всего, что на барабулю. И рыбаки выходят, ее забирают оттуда. Так я вот советую не делать. Особенно, когда после людей остается такой мусор, бычки, салфетки. Выглядит прям плохо. Я скажу таким словом. Кстати, кто-то скамеечку сделал. Мы приезжаем с мангальчиком. Максимум углитых, относим подачу от пляжа, чтобы была чистота и красота. Хочется все-таки, чтобы для наших детей хоть что-то осталось. Если пойти по этому пляжу, туда дальше будет такой тоже типа песчаного. Очень легкий заход. Здесь же сложный заход, но зато море невероятно чистое и прекрасное. Своих друзей, подписчиков. Не буду имена называть, чтобы не постоянно говорить. Юра, там походу какая-то стройка начинается наверху. Кстати, знаете, мне еще сказали. Вот с правой стороны, это просто, чтобы не забыть, если я туда дойду сегодня. Там большая парковка и на этом месте уже будет строительство здания. Как вам такое? Просто вдумайтесь. Там стройка идет. При том, что запрещено. Там будут строиться. Что говорить уже о море? Да здесь заповедник. Вот заповедник, хозяйственная деятельность запрещена на вот этих территориях заказника. В общем, очень интересные времена нас ждут, дорогие мои друзья. Будем смотреть на это все и только, наверное, удивляться. Ну, сейчас посмотрим, где здесь техника уже была. Так, что мы здесь видим? Ребята, видим мы то, что здесь работали грейдеры, выровняли территорию, установлены какие-то блоки. Просто фантастика. Как мог сюда приехать грейдер и здесь работать? Выглядит это прям очень хреново. То, что на трещи отработал грейдер и привезли какие-то блоки для установки каких-то других, наверное, конструкций или что это будет, мне пока непонятно. Здесь совсем другое море, нежели там в бухте и с той стороной треща. Здесь с волнами ветер поддувает. Такой сильный, какой хотелось бы, чтобы можно было выйти на кайте в море. Но все равно он присутствует. Ветер, кстати, сегодня также западный. Вот, ребята, пришли вдвоем, сидят на скамеечке, наслаждаются. Красота просто. Мечта о доме у моря, о посиделках на берегу. Причем мечта, которую в руках каждого из вас сочиняйте и сбывайте. Здесь видите, какой скалистый обрушенный берег. На этих камушках очень красивые фотографии делать на закате. Приходишь, солнышко садится в море. Такой прям нереальный цвет, красота. Наслаждаешься полученным результатом. Прям советую, друзья. Приближаемся к часовнике. Очень интересно, говорят, очень сильное место. Это, по-моему, маяк часовни. Раньше пока не построили большой. Это место как бы на море такое. Тех, кому нужна помощь, приходят, просят. Вот ровное количество икон. Это погибшие летчики. Сентябрь 1976. Экипаж самолета Як-40 разбился. И здесь ему установили памятники. Ну, а это маяк. Памятник, который относится к Великой Отечественной войне. Это важно говорить сейчас, чтобы люди помнили. Потому что сейчас история повторяется. Памятник. Маяк поставлен в память о героических подвигах моряков Азова-Черноморского. Бархоз, отдавших свою жизнь за честь и независимость нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны. А здесь их Баратская могила. Обязательно пишите, как проходят путешествия. Нравится вам или нет. Но сейчас вверх. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Можно покидать это шикарное место. Место силы, место доблести и славы наших солдат. Мы здесь уже прошли и сейчас перемещаемся к той парковке. Ближе к вечеру подтягивается все больше людей, которые гуляют, которые рыбачат. Вот этот спуск, мы выходим в эту сторону. Далее здесь та самая большая парковка, по сообщениям местных жителей, на которой начнется в скором времени огромное строительство. Я прям на самом деле буду очень удивлен этому, потому что все-таки верил, что вот трищатая территория, которую не захватят. Кстати, видите, оттуда перенесли сюда все эти варечки, типа их убрали. Так у нас бизнес работает в Анапе. Ну и туда дача в лесах, там также есть еще такие домики, их отсюда не видно. Но мы как-то раз на них набрели в наших эфирах, они тоже встречаются. А туда дальше, там в заказнике, забор стоит, там даже кемпинг организуют. То есть есть возможность стоять с палаткой за деньги на утрище. Вот такая вот наша действительность, ребята. Сюда можно спуститься к морю. Эти места мне тоже очень нравятся. Ранее в ту сторону проход был на Мунгийский пляж. Сейчас там стоит заборчик, и туда, к сожалению, уже не прогуляться. Шикарные были места. Ну, будем надеяться. Вот честно, если они просто никому, чтобы заповедник был, потому что животным тоже где-то жить надо, не все для людей, без проблем. Ну, если кому-то можно, кому-то нет, ну, это прям горочь тоска. Как красиво смотрятся горы с багряными цветами. Ну, и сюда я вам советую приходить, прогуливаться, потому что территория заказника, и на ней можно совершить просто великолепный променад, сделать умопомрачительные фотографии. У меня есть несколько прям таких топовых фотосессий здесь. Очень классно, вот видите, высокий класс пожароопасности. И мы с вами немножко идем в лес. Как выглядит именно карта этих территорий, в которые можно заходить, в которые нельзя. И получается, все акватории вообще, в принципе, перекрыто находятся по территории заказника. Если что, ставьте на паузу и почитайте. Также еще одно предупреждение о том, что берегите лес от пожара. Своими глазами увидел, как горел заповедник. Уже даже неинтересно, кто что и почему. Потому что очень жалко деревья. А вот туда там заборы, какие-то строения. Короче, хозяйственная деятельность такая запрещенная, что моментами становится прям смешно. Можжевельник, кстати, не одинаковый. Вот видите, такой стелющийся, как деревья растущий. Растет он очень долго, поэтому его надо беречь. Также есть краснокнижные и обычные можжевельники. Но я считаю, что беречь надо каждый. Потому что у всех есть свойства обеззараживания воздуха. Существуют случаи, когда люди излечивались от рака, просто находясь среди них. Пожив, так сказать, продышавшись. Так что, если что, вдруг пользуйтесь. Какие красоты просто. Создает природа. Старайтесь меньше. Беспокоить деревья. Вот тут видно, спил найти и уничтожить. Отпилить ему тоже. Там у человека кто это сделал что-нибудь. И здесь тоже видно. Высилять. Как обидно наблюдать такие моменты. Место красиво. Вышел, посмотрел. Но погибшие при этом ароматы. Деревья – это просто ужас. Представьте, что вы можете тоже прийти сюда и вот так вот гулять по лесу. Наслаждаться этими видами и красотой нашей природы. Абсолютно бесплатно. И это, наверное, лучшие променады лесные, которые только может быть. Я повторюсь, потому что справа море, слева у нас можжевелка. Проходы не только по берегу. Мне просто нравится рядышком с морем ходить. То есть там по лесу очень много разнообразных тропинок. Ну, главное, не забредите сам заповедник. Хотя я вижу, что там появились какие-то таблички. Уже указывают, куда заходить дальше. Путникам нельзя. Поэтому вы не ошибетесь. Какие живописные просто места. Фантастик. Идешь и понимаешь, вот это мир. Вот это красота вокруг нас. Просто надо любить, ценить и обнимать. Смотрите. Это же правда фантастика. Смотришь на это все и думаешь. Вот этот творец природа создает такие необразимые вещи, на которые хочется смотреть без остановки. Потому что там что-то такое. Там что-то такое. Пестрость, красок, зелень, переплетение веток. Море рядом, солнышко, тучки. Фантастика. Нет. Всего лишь Анапа, ребята. Зашли до того места, где по низу проход запрещен. Там написано, проход нахождения заповедника запрещено. Но здесь мы можем еще путешествовать и погулять, походить по скалам. Здесь порода неустойчивая. Часто происходит обвал. Но в принципе, я думаю, что вы видите. Поэтому держитесь туда дальше. Я просто любитель. Так прогулять многим разом, так подо мной ушло. Я чуть в прямом эфире не обвалился. Краски где-то в этом месте. Здесь помню, как летело это все. Так что самое главное – беречь себя. Вандалы здесь портят нашу природу. Оставляя, как говорится, свой след. Вот это видо. Вот это красота. Я на самом деле в свое время успел полазить здесь везде. Сходить на каньон. Там сидишь, там, привет. Смотришь на эту красоту. Фантастика. Там таблички ставят, а там в кустах люди лазят. Отсюда вот видно как раз-таки крыши этих домов, о которых я вам говорил. О которых находятся заказники, в котором вся деятельность запрещена. Вот такие дела, друзья. Ну, кстати, очень живописная скала, на которой очень многие фотографируются. Одна вот здесь на фоне моря. Мыс Крокодил, за которым вторая. Это первая лагуна. Там, значит, вторая великолепная. Глэмпинг, кстати, разобрали. Говорят, сложили все доски и не вывезли. Вопрос – почему? Заповедник же запрещено, но нет. А жаль, вот я говорю, я прям не понимаю, почему кому-то можно, а кому-то нельзя. Очень крутое действие. Так, вот ты поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься. В конце тебя ждет фантастическая скала с фантастическим видом. Вообще, да? Вот он, забор собаки. Что хочется сказать, друзья? Во-первых, мы сегодня совершили очень крутую, великолепную прогулку. Обидно, что разрушает всю эту красоту нашу. Хотелось бы, чтобы она сохранялась и все было хорошо. И у вас, и у нас. Проходишь, а здесь уже все обвалилось. На самом деле, прям страшно, потому что подбывает даже туда, вниз. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Хотя, я думаю, так все надеются, а у них потом все плохо. Поэтому не поступайте, как я, будьте более разумными людьми. Первый индийский пляж, вид, ради которого я шел. К сожалению, дальше стоит знак о том, что далее зона заповедника. И почему-то он туда дублируется. И то, что проход запрещен, наверное, стоит на разных тропах. Это последнее, что мы с вами можем, так сказать, отсюда увидеть. Ну, и этого достаточно. Посмотреть, какие прелестные все-таки просторы нашей природы здесь есть. Согласитесь, друзья? Какая красота. В конце, дорогие друзья, надо подводить итоги. Сейчас очень многие хотели путешествовать. И поверьте, в нашей стране таких мест просто миллион. Миллион. Используйте все шансы, которые вам дает жизнь, потому что неизвестно, что будет завтра. Не забывайте поддерживать наших ребят, которые там, где тяжело. Это на самом деле так. Дай бог им силы мужества, чтобы был мир у нас у всех. И спасибо от души за их работу. Мы сегодня с вами посмотрели на великолепие большого треща, которое из-за денег разрушается. И вот такие моменты хочется сказать, как хорошо было при социализме, когда все было общее, все было наше, все было для людей, а не для обогащения конкретных личностей, как сейчас это происходит. При том, что они даже не хотят нашим ребятам помогать. И вот это самое печальное. Смотришь, вкладываются куда деньги. Не дай бог война. В принципе, разлетится все это в труху. Хотя она и так идет. Надо назвать вещи своими именами, потому что, когда погибают наши братья и сестры, сражение скольких наших близких не стало, для того, чтобы мы жили и никогда не видели этого. Страшные вещи происходят. Будем надеяться, все-таки наступит день, когда придет мир на весь мир. И будет красота и чистота. И не только вокруг, но и в головах. Это очень важно. С вами был Юрий Азаровский. Надеюсь, что вам понравилось со мной сегодня прогуляться, посмотреть по сторонам. Спасибо еще раз за ваши донаты, возможность приехать сюда и вам все это показать. Увидимся в следующем ролике. Не прощаемся.